Современные лаборатории, IT-центр, своя телестудия, спортивный и тренажерный залы. Все, что нужно для организации образовательного процесса, в Якутии открылось новое здание Малой Академии Наук. Там дети смогут не только учиться, но и проживать во время семинаров. Какие проекты собираются реализовывать юные ученые, узнал Виталий Прокопьев. Торжественное перерезание красной ленты как символ начала работы. С этого момента двери Малой Академии Наук официально распахнулись перед новыми открытиями. Это еще один подарок к столетию республики. Огромная благодарность компании «Роснефть», которая профинансировала свыше миллиарда рублей на это строительство. Уверен, что из стен Малой Академии Наук и впредь будут выходить замечательные дети. Теперь каждый одаренный ребенок сможет изучать и осваивать увлекательные науки, например, робототехнику или строительство искусственных спутников. Артем Мардин входит в число таких детей. На ней стоят платы, аккумуляторы, камера, радиопередатчики и многое другое. То есть он собирает данные ускорения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, ускорение свободного падения, давление, температуру. То есть очень много данных собирает, передает их на землю. Одаренные дети здесь учатся у не менее одаренных преподавателей. Некоторые из них, несмотря на молодой возраст, уже являются лаборантами Малой Академии Наук. Они помогают развиваться ученикам и реализуют собственные проекты. Двери Малой Академии Наук только распахнулись, но она уже имеет такие масштабные проекты, как, например, вот этот прототип марсохода. Он имеет бортовую камеру поворотную, которая передает картинку в режиме реального времени, а также такую роборуку, которая имеет тоже пять режимов работы. Марсианский полигон Академии станет единственным в стране, где школьники будут проводить испытания подобных роботов. Открытие учебного заведения состоялось в день космонавтики, поэтому на территории установили символичный памятник, который бывал в тысячах километрах от Земли. Центр по поддержке талантливых детей открылся в рамках нацпроекта образования. Он станет своеобразным хабом научно-исследовательской и проектной деятельности школьников не только из Якутии, но и со всего Дальнего Востока. Наш край огромный, территория гигантская, много исследований проводятся со спутника. Наши дети, которые являются академиками, членами нашей академии, они построили свой космический малый аппарат, который они планируют запустить в этом году. Компания «Роснефть» заинтересована в привлечении специалистов из числа местных кадров. Дочернее предприятие «ТАСС-Сюряхнефтегазодобыча» всегда открыто для сотрудничества с талантливой молодежью. И теперь, с появлением нового образовательного пространства, количество таких сотрудников должно возрасти. Виталий Прокопьев, Василий Соловьев.